Общественная мысль в России всегда делилась на два пути – славянофильство и западничество. Первый – губительный путь – отречение от мира, путь самоуничтожения и безысходности, замыкание на самих себе, начало которому положили катастрофический по своим последствиям выбор православия в качестве основной и единственной религии. Этот путь повлек за собой многие века мракобесия, нравственной пустоты, разрухи и отупления народа. Мы имели огромное клирикальное государство, где проживал обездоленный, бесправный, необразованный, запуганный, оборванный народ, а также рабовладельцы, которые купались в роскоши и периодически страдали приступами паранойи и садизма, устраивая репрессии и чистки врагов государства, врагов народа и предателей Родины. История России – это история рабства без сопротивления, где нет места раскаянию и милосердию, а есть только слепая уверенность в своем особым пути и насилие, как главная скрепа всего. Завтра будет лучше. Это слышали наши предки тысячу лет назад, это мы слышим и сегодня. Именно гегемония славянофильства и привела Россию к 1917 году, а затем к 2000 году. Большевизм был одним из самых страшных форм этого течения. Второй же путь, который ориентирован на интеграцию в западное общество, тоже существовал всегда, только он был на бумаге, в книгах великих редких мыслителей и гуманистов, то, чем принято гордиться в России, в умах идеалистов. Он был легким поветрием, колыханием в этом спертом воздухе несвободы. Люди, которые искренне желали для России цивилизованного пути развития, где государство ориентировано на человека, где существуют свободы совести, мысли, выбора, распространения информации, все эти люди подвергались астракизму, изгнаниям и репрессиям. Они были обречены на провал. Невозможно было достучаться до архаичного, погрязшего в темноте и грязи общества, из которого веками православная церковь вместе с правителями вытряхивала все человеческое. Сегодня мы наблюдаем ту же самую картину. Подавляющее большинство ненавидит Запад. Невежественное, агрессивное, больное завоеваниями и живет во лжи и иллюзиях о собственном «величии» в кавычках. Меньшинство же, которое пытается мыслить критически и достучаться до масс, как и 100-200 лет назад, планомерно уничтожается и презирается общественным сознанием. Больной организм отторгает здоровые клетки. Так что ватники были всегда. Это не новинка. Это ключевой смысл этой территории – жить таким вот образом. Без этого смысла Россия распадется за несколько месяцев, что в принципе не является трагедией, а лишь отсроченным концом. Когда спрашивают, поддерживают ли Путина 86% населения, я думаю, что эта цифра намного больше. Только здесь есть один нюанс. Человек, который поддерживает Путина – это любой человек, который имеет антизападные, антиукраинские сейчас убеждения. Это любой человек, который заражен великодержавным шовинизмом и ультрапатриотизмом. Ведь Путин не просто диктатор. Он олицетворяет собой противопоставление России всей западной цивилизации. Те, кто отмалчиваются сегодня, являются опорой и поддержкой Путина. Например, когда человек говорит, что он против Путина и добавляет при этом, но украинцы – это младшие русские братья, и вообще они сейчас фашисты, то этот человек на самом деле является стопроцентной опорой Путина. Так что я думаю, что его поддержка сегодня 96%, а не 86%. Через несколько десятков лет Украина будет полностью интегрирована в западное общество – ментально, экономически и политически. А в России будут с гордостью достраивать очередной ГУЛАГ и по первому и единственному к тому времени каналу будут рассказывать о рецептах приготовления мха, о тройных урожаях и нарастающей угрозе западного империализма. Сплотимся, перетерпим, перегоним. Украина пошла по западному пути. Россия покатилась по наклонной вниз, в изоляцию, мракобесие, тоталитаризм и медленное самоуничтожение. Украина понесла столько горя из-за своего обезумевшего соседа, что прощение невозможно априори. Я думаю, что Крым и восточные территории Украины вернутся в состав Украины без всяких референдумов, совместных управлений и условий со стороны России. Россия будет выплачивать компенсации украинской стороне до последнего рубля в течение многих лет. Просто потому, что экономическая ситуация в России через несколько лет не позволит содержать такую дорогую вещь, как Крым, в то время как украинское общество активно развивается и очень скоро сами жители Крыма пожалеют о своем выборе. Путин спокойно пойдет на выборы в 2018 году и станет снова президентом. У него нет внутриполитических причин поступить иначе. Ему нечего бояться. И не стоит забывать, что он не просто властолюбив, а считает себя единственным человеком, который может и должен стоять у руля этой страны. Такие люди сами не уходят. Их выносят вперед ногами. Он 17 лет уже в Кремле, решился на взрывы домов и несколько воин, чтобы приобрести и сохранить свою власть. С какой стати он должен сейчас раскланяться и уйти на пенсию? Этого не будет. Так что Владимир Путин с вами надолго. Окружение Путина – это сотни средненьких Путиных. Российский народ в целом – это миллионы маленьких Путиных. Шило на мыло может поменяться. Передел власти между сегловиками вполне возможен. Еще пару десятков генералов и чиновников помрут от инфаркта, и все останется по-прежнему. Чтобы народ поднялся против власти, необходимо, чтобы народ почувствовал, что он живет плохо. Понял, что так жить нельзя. Осознал, из-за кого он живет плохо. И имел смелость изменить это положение вещей. Все спотыкается на первом пункте. Плохая жизнь в России воспринимается, как устойчивый порядок вещей. Так и должно быть. Простолюдины выживают. Знать жиреет и купается в роскоши. Это не повод для возмущения. Это установки, встроенные на генетическом уровне в результате многовековой селекции рабов. На сегодняшний день мы имеем воплощенный народ с кастрированным чувством собственного достоинства, для которого кнут, бедность, нищета – это норма вещей, воровство чиновников – это тоже часть менталитета. Человек, облеченный властью, имеет на это право. А любой Вася, оказавшись на месте мэра Николая Петровича, воровал бы точно так же. И в душе он завидует ему, что тот может воровать больше него, Васи. Воровство тут предмет зависти и восхищения. Коррупция – визитная карточка этой страны. Мы – не мы, без всего вот этого. Вот, а зато мы духовные, и деды у нас фашизм победили. Вот это и есть основная установка. Власть тут от Бога. Она, безусловно, вызывает трепет, преклонение, и при виде всякого высокого чина ничего, кроме дрожи и подхалимства в душе российского человека, не возникает. Рабы не устраивают революции. Рабы могут взбунтоваться и на коленях перед барским домом потребовать повышения пайка. И никогда при этом не упоминается царь. Он вне оценок. Только местный чиновник и то по имени-отчеству с почитанием иногда может быть виновен в проблемах. Но, опять же, убрать его сил не хватает, а только ждут, когда это сделает царь. Ухудшающаяся жизнь всегда будет оправдана особым путем – патриотизмом, внешней угрозой, внутренними врагами. На этих оправданиях жили всегда. Что вдруг должно поменяться? На каких основаниях все должно измениться? Этого не будет. В Россию новых людей не завозили. Кусок колбасы можно даже в очередях по талонам раз в неделю. Неважно, это предел потребности россиянина и маркер того, что живем-то нормально. Если и этот кусок исчезнет, то всегда можно начать расстреливать людей, чтобы питались страхом, или начать очередную победоносную войну, чтобы не отвлекались на еду. Этот метод срабатывал много раз, его много раз проходили, работает как часы. Уповать на революцию не стоит, жить иллюзиями тоже. Только внешнее вмешательство, насильственная декоммунизация иллюстрация, свой новый Нюрнберг, международный трибунал над Кремлем могут что-то изменить. Нужно ли это Западу? Пойдет ли он когда-нибудь на такие меры? Время покажет. Я в этом сомневаюсь, так как на Западе уже давно не верят в Россию. Нужно ли это российскому народу? Мой однозначный ответ – нет. Так как желание жить лучше должно быть внутри самого народа. А так как этого желания нет, как, например, оно возникло внутри украинского народа, так значит и ничего меняться не будет. На место Путина придет Путин номер два, и все останется на своих местах. Более активная, креативная часть населения уедет из страны до тех пор, пока эта страна еще будет открыта и не совсем превратится в КНДР, а оставшееся общество будет деградировать все больше и больше. Со временем, через 30-50 лет, мы будем иметь огромную, неухоженную территорию и спившееся полуобразованное население наподобие монгольского общества. В конечном счете, Россия вернется к своим истокам, оттуда, откуда она пришла, из Золотой Орды. Обратите свои взоры на то, как живет сейчас народ Золотой Орды. Огромная территория Монголии никому не интересно. Никто не инвестирует туда деньги, никто не ездит туда посмотреть, даже на самых больших монгольских истуканов. Так вот, мое мнение, что через 30-50 лет Россия станет естественным продолжением монгольской территории. Возможно, какая-то западная ее часть в результате многолетней борьбы сможет отделиться и будет пытаться каким-то образом интегрироваться с Украиной, давно ушедшей к тому моменту далеко вперед по развитию. Но это оптимистичный вариант. Все-таки я думаю, что в России будет присутствовать сильный тоталитарный царь, который будет удерживать эту территорию любыми доступными ему средствами. Виноват ли в этом народ? Конечно, так как каждый народ заслуживает своего правителя. Точно так же российский народ полностью заслуживает своего русского сына Владимира Путина. Он такой, какой есть его народ. Он такой, каким его воспитала его русская мама, русская школа, его профессия и его окружение. Внутри российского общества постоянно массируется мысль о возвращении монархии и коронации Владимира Путина. Об этом говорят многие представители российской культуры, интеллигенция и также этот вопрос так или иначе поднимается в Государственной Думе. Поэтому, если Владимир Путин захочет напялить на себя корону, он это сделает, и российский народ будет ему рукоплескать. Я больше не жалею этот народ. Мои розовые очки разбились в 2014 году. С тех пор я не говорю, что правитель плохой, а народ хороший. Я как раз уверен, что сам народ создал предпосылки, воспитал, поддержал такого человека, как Владимир Путин и все его окружение. И поэтому, если эта власть забетонируется навсегда, то они, по моему мнению, достойны своего тирана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова